Добрый день, уважаемый президиум, добрый день, уважаемые коллеги. Мы с коллегами хотели бы представить вам случай пациента 80 лет, который в августе 2018 года перенес инфаркт миокарда со стентированием инфаркт-зависимой артерии двумя стентами с лекарственным покрытием. Тогда же перед выпиской был выполнен нагрузочный тест пациенту, проба положительная, с классическими клиническими проявлениями, в принципе, что и послужило поводом для повторной госпитализации и плановой ревоскулизации коронарного русла. Вот это изначальная фотография, и вот сейчас видео мы видим множественные стенозы коронарных артерий в передней межжелудочке, ветви тупого края. 26 сентября 2018 года пациенту выполнено стентирование ВТК, ротабляция в стволе левой коронарной с переходом на ПМЖВ, имплантация трех стентов в эти артерии, соответственно. При контрольной коронарографии была выявлена диссекция, имплантация одного стенда. При контрольной коронарографии вновь рецидив диссекции, что потребовало имплантации еще трех стентов. При контрольной коронарографии признаков диссекции интимы нет, но выявлен дефект наполнения в стволе, и это потребовало введения блокатора 2b-3a рецепторов. И на этом тоже все не закончилось, потому что все это осложнилось желудочно-кишечным кровотечением. Вот это контрольная коронарография. Мы видим на слайде, что передняя межжелудочка ветви достаточно истончена, в которой стоит практически 8 стентов. Значит, что же послужило, вернее, что осложнило введение данного пациента? Ну, несомненно, это возраст, это выраженный кальциноз коронарных артерий, это многососудистое поражение коронарного русла, повторное чрезкожное вмешательство, рецидивирующая диссекция и имплантация 8 стентов. На данном графике представлена пирамида численности населения вообще Российской Федерации в 2018 год. Но даже смотря здесь по графику, мы можем увидеть, что численность возрастного населения, популяции именно возрастных пациентов, она с каждым годом увеличивается. Соответственно, в разы возрастает риск как повторных атеротромботических событий, как высокие интро- и перепроцедуальных осложнений, ну и также геморрагических осложнений. Соответственно, перед нами, как предпроцедуалистами, стоит выбор. Выбор, он стоит не только сейчас перед нами. Это вообще лечение таких пациентов осложнено, но это является выбором в наше время, в наше настоящее время. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.